Всем доброго времени суток! Всем здравствуйте! Вы на канале Путинного в деревне все с нуля. Меня зовут Наталья. Пчелки летают, бабочки. У нас тепло, солнышко. Хочу рассказать вам историю своих открытий. Сейчас открыла розы, посмотреть, как они перезимовали. Одна розочка под большим вопросом. Если от корня не пойдет, то значит погибла. Одна розочка, я думаю, что погибла. Я ее когда открыла, она пошевелила, ее очень легко выдернулось. Сейчас обрежу корешки. Никаких признаков нет. Если корешки коричневые почернили, значит... Это новая роза, я ее садила уже осенью. Скорее всего, поздно посадила. Она не успела прижиться. В принципе, я так и думала. Вот. Вот эта розочка уже нити дают. Там наступать не буду, потому что это сыро очень. Листики он уже дает. В принципе, перезимовали неплохо. Вот. Здесь вот самое интересное. Видите, какая огромная нора. Вот одна и вон там вторая. Сейчас я вам ее покажу. Скорее всего, это круто. Как с этой заразой бороться, я даже не представляю. Ну, будем... Завтра Андрей приедет суток. Стекло опять. Господи. Собираем, собираем. Вот. Так что... Это у меня... Ой, забыла, как ее зовут. Не знаю. Наверное, погибла. Такая это... Цветет с сиреневыми цветочками. Ой, господи. Забыла. Памяти нет. Вот. Наверное, погибла. Что прям под ней. Наверное, вымерзла. Вот. Еще вот там у меня... Сейчас вот кучу здесь раскидывала. Мангала копала. Вот. Здесь вот... Розочки. Где она? А вот... Маленькая розочка. Вроде ничего. А здесь вот это вот пока отодрать не могу. Но вроде там ничего. Вот. Здесь розы не смотрела. Как перезимовали. Пока еще лежит снег, пристыл. Вот. Так что хожу пока. Осматриваю свои владения. Что всходит, что не всходит. Ну, нарциссы лезут. Тюрпаны лезут. Значит, если хомяк, значит, не все съел. Вот. Все. Вот это вот. Отломилась. Елочка моя. Ну, вроде бы... Ай, колючая. Вроде бы живая. Даже вон... Расти вот это вот она. Расти начинает. Вот. Вот только-только все отходит. Вот. Этот тоже пока не знаю. Это барбарис у меня. Маленький. Не знаю. Каждый год ломается. Вот. Посмотрим. Расстроилась, конечно, из этих нор. А вот там тоже нора, что ли. Дома норы эти. Сегодня уже отравы накидала туда. Сейчас буду бетонировать опять. Я забетонировала. Они рядом. А это, по-моему, цветут. Я забыла, как они называются. Тоже цветочки. В кучке лазят. Прижать. Вот. Так что... Ну, пока ничего. Вон, а делаете. Слетают, правда. Понравились мне чехлы. Но ветерок все равно дует. Они это... Маленько подлазят. Надо было потуже заворачивать. Ну, вот такие вот они у меня. Смешные в чехлах стоят. Вот, в общем... Вот такие вот вести с полей. Первые. Снег у нас еще лежит. Пойдемте вот сюда. Ой, мам, тут грязь. Ой, ой, ой. Грязь, грязь. Ну, я сейчас только что до тут и вот ходила. Только вот ходила. Ой. Ну, вот у нас там грядки. Здесь у меня посажены перец. Ой, перец. Чеснок и лук. Вот. Даже обследую сегодня. Все подряд. Кстати, ежевика. Тоже не знаю. Ежевика. У меня их две. Одна здесь, одна где-то здесь. Вот еще не оттаяла. Видите, тоже она. Ну, вроде там вот листик дает. Посмотрим тоже. Сейчас маленько оттает. Я ее прикрою кирпичами. Защищали ее, чтобы не потерять. Вот. У нас тепло. Бабочки летают. Пчелы, мухи. Несмотря на то, что снег лежит. Фух, запухалась. Жарко. Вот. Так вот. Сразу это... Этот хомяк у нас вон там. Старый... Господи, погреб. Игорь говорит, там хомяки. Там травить надо или не ухать. Составить капканы. Мне, говорит, крупные очень. Но я сразу поняла, что что-то большое, что это не мышь. Потому что дома даже норы такие. В углах, что мышь такую нору не пророет. Огромная. Вот. Так что вот так вот. Ну, пока. С убытками. Ну, розочка, мне кажется, это погибло. Потому что легко вытащилась. Пчелка прилетела. Специально укровенную взяла, чтобы маленькая. Подсыхала, земля грелась. Вот. Посмотрим. Я думаю, что еще сюрпризы будут у нас. Теперь самое главное. Вот эту вот нору как-то. Ну, Андрюше завтра придется работать. Будем решать, что с ней делать. Туда траву ложить или капкан рядом ставить. Вообще не представляю. Не знаю, никогда не охотились на хомяков. У нас их не было. У нас мыши только в крылыке. На даче-то. А с хомяками проблем у нас не было. В общем, такие вот у нас петрушки. Ладненько. Всем пока-пока. Спасибо, что смотрите. Решила посмотреть. Корешочки, корешки. Все. Умерли. Розочки нет. Все. Вся сгнила. Или с апреля, или замерзла. Вон все. Никакого живого. Все. Даже ни одного живого корешка нет. Так что... Так что можно... Ну, она легко вытащилась. Я ее... Все. Все черное. Нет. Легко вытащилась из земли. Поэтому это первый признак, что... Все. Ну, очень жалко. Вот эту, кстати, розу я покупала тоже в малышах-кузнечиках. Делала закупку. Но закупщица, кто хозяйка была, в общем-то, долго тянула. Тянула что-то там. Я садила ее уже в октябре. Чуть ли там не начало ноября было. В общем, мы с ней спорили-спорили. Она сказала, что все будет хорошо. Но в итоге надо будет ей написать, сказать большое спасибо. Что в итоге ничего хорошего. Вот. Деньги потрачены, и розы нет. Так что вот так вот. Ну, в следующий раз не буду заказывать поздно. Цветы. Уже. Ну, они их продают там специально по таким, ну, подешевле. Вот. Соблазнилась на дешевую цену. В итоге, как говорится, скупой платит дважды. Вот так. Так. Продолжение следует...